за счет чего увеличивает объем прикрепленной десны а зону кератинизации за счет чего мы берем кератинизация это вообще способность эпителия образовывать керогонит чтобы срезали мы уже его вовнутрь положили кератинизируется то у вас поверхность лоскута наружу за счет чего но если там не было зоны кернатоценты образуются в зоне прикрепления десны когда пациент начинает активно механически просто давить пищевым комком это защитная реакция организма сама кератинизация она вот у этой пациентки она выраженная например а я могу показать какие-то другие работы она не кератинизированная прикрепленная но не кератинизированная такое остается нам вообще все равно кератинизированная она или нет не вынимет никакого значения это просто качество эпителия он с кернацитами или нет и все больше ни на что это не влияет нам самое главное чтобы она была прикрепленная и эта толщина держала результат вот здесь она у вас двигается здесь она у вас не двигается все это и же и цель операции вот в начале там еще у вас был слайд концевой дефект и имплантат заканчивается там получается похожий был тоже лоскут красовый лица сбоку такой же тоннель трансплантат тоннель да там сам будет только там карманы здесь висто проследить более удобный доступ не так как там надо зубы смысла нет никаких вертикальных разрезов делать здесь вот да тоже жалобами на черные треугольники это же самое тоннелирование трансплантат вы на высох потому что там было очень сильное натяжение и я не стала просто тянуть вверх слизистой слизистой очень тонкая сама по себе расщеплена она есть риск при натягивании на компаситный шов вот именно на нижней челюсти тут надо как-то так очень балансе быть чтобы не перетянуть не делать совсем хуже это просто разорвется все на 3-4 миллиметра от зенит рецессии тоже вот композицию здесь мы пытались еще подтянуть немножко сосочки вверх видите они расщеплены вот прямо вот даже до переход уже на язычную поверхность да это вот мы такого тут нарезали не этот из бугра ну да очень приличный рост сосочков и опять же нижняя челюсть вот эта зона уздечки вот так вот этот вертикальный разрез он выглядит есть вопросы повести я использую все что показано конкретному пациенту по показаниям клинических примеров по всяким новым одиночным рецессиям много не надо мне важно чтобы вы понимали саму методику это же не курс убеждения да в том что это работает это базовые все клинические работы которые стопроцентно уже везде проверены мы же не испытываем новые методы вот поэтому а свисты просто накопился материал за время ее применения и на прошлом курсе все очень расстроились что мало клинических примеров я решила собрать что больше теперь чтобы все увидели в разных вариантах вверх-вниз как что какие особенности какие нюансы и так далее если вопросов нет мы продолжаем давайте тогда сейчас обсудим подготовку ортодонтических пациентов вопрос который касается абсолютно всех как я работаю с ортодонтом и советую это делать абсолютно всем совместное планирование пациент который планируется на ортодонтическое лечение должен прийти на консультацию к продонтологу продонтолог должен оценить статус записать продонтальную карту оценить его биотип десны и все фенотипические признаки полости рта для чего для того чтобы понимать будут ли риски развития рецессии да что рецессия 80 процентов осложнение ортодонтического лечения согласно этому ортодонт присылает или приходит или как у вас принято и рисует план по каждому зубу в какую сторону интересующие вас зубы будут перемещаться нас интересует оровестибулярное перемещение да как вы понимаете потому что именно она либо нивелирует рецессию либо наоборот ее создает например ортодонт говорит я буду фронтальные зубы передвигать немножечко вперед до вестибулярно потому что мне нужно вывести их в контакт да при каких-то там патологиях я понимаю что у меня зубы оказываются в воздухе и например у пациентки тонкий биотип такое все рецессии нет но это все тоненькая на грани если вестибулярно выведутся эти зубы то соответственно я получу железные рецессии там в этом случае превентивно увеличивается и утолщается биотип с применением либо твердой мозговой оболочки либо свободного десневого трансплантата тоннельным методом например да как будто более-менее надежно и прогностично да 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 я же сказала мы учитываем всю фенотипию индивидуально и согласно с ортодонтом пытаемся выяснить например есть ротация в области первых маляров и там уже имеется первичная такая рецессия небольшая в области медиально-щечного корня а ортодонт мне говорит я буду ротировать обратно в необную сторону и я понимаю прекрасно вообще все бы замечательно сейчас все само закроется кости интрузируется и вообще у не будет никаких проблем в области медиально-щечного корня и Продолжение следует...